Дистракшн Всем привет! Сегодня по вашим просьбам я запишу свой первый дистракшн обзор. Разрушать мы будем эту модель. Но прежде чем разрушать, я хочу отметить пару моментов. Во-первых, в модели 6 баги моторов я был впечатлен мощностью, которую они дают. Видео с этой моделью, вы наверное его видели, если нет, ссылка есть в описании. В этом ролике ни разу я не ускорил съемку. Там все в режиме реального времени. Вот он реально вот так гоняет. Давай, не позори меня. Смотри, батарейки уже сдохли, потому что я их не менял, откатал на нем минут 15. В общем, он очень быстро ездит. Я был впечатлен. И второе. Я здесь поставил тяжелые колеса, плюс здесь довольно низко батарейки. Поэтому у него вот такой вот угол переворота. Вот я его... В общем, больше 45 градусов. Его очень сложно перевернуть. Все, начинаем ломать. Кабину я сделал наспех, просто чтобы она была, чтобы она была похожа на грузовик. Она, кстати, получилась довольно симпатичной и смешной. Все, кабины нет. Теперь ничего лишнего. Самое прикольное в этой модели – это задняя подвеска. Это такой закос под балансированную подвеску у грузовиков. Но здесь нет поперечных мостов. По сути, вот эти балансиры – это два баги-мотора, соединенные кучей бимов, чтобы они были прочные. И все это балансирует на малых породных столах. Здесь вот по две штуки на каждую половинку. Они очень прочные продольно, совершенно не укрепленные поперечно, но на игре это не сказалось. Зато если попытаться колесо снять, то снимается вместе с порталом и с половиной моста. Ну и коль уж я снял колесо, еще раз хочу остановиться на проблеме износа. Смотрите, как убил баги-мотор эту шестеренку и ось. На второй стадии понижения тоже шестеренка убита. Сейчас, вы знаете, Буис продвигает активно, супермощный источник питания. Он, видимо, будет вообще и оси, и шестерни спиливать под ноль. Я думаю, что на этом предел LEGO исчерпан. Далось все лишнее. Вон еще грязь всякая высыпается. Ну, а это так быстро разобрать не получится. Тут все монолитное. Передний мост крепится на четырех тягах и двух амортизаторах. Другими словами на соплях. Тяги вот эти, плохо видно черные, вот такие тяги обычные, но на шаровых креплениях их просто вырывало сразу. Мне пришлось так извращаться, их на оси сажать. Ну и, собственно, они имеют небольшой люфт, то есть кое-как работают. Но, честно говоря, эта подвеска сделана просто на бум за 10 минут, чтобы как-то держалась. И я удивлял, что она еще неплохо держалась. Думал, что рассыпется все сразу. Так, пора удалить его. Он отламывается очень легко. Очень легко. Да, вот так, вот так. Осталось вот так. И остались амортизаторы, что тоже не представляет трудностей. Вот такой вот, стыдно показывать, такой вот мост. Два баги мотора, рулевой М-мотор, просто понижения червяков нет. Попробуем его. Ну, вот так вот они разворачиваются. Такая вот штука. Ну и осталась несущая рама. Здесь в качестве элементов конструкции используются эти приемники с батарейками. Такая незамысловатая вещь, в принципе, но прочная. Сейчас попробую отломать балансиры. Балансиры, по идее, это должно быть несложно. Что ж такое? О! Последний аккорд нашего разрушения. Теперь уже все по отдельности. Ну что, вот теперь вы знаете все о моем грузовике. Вот он там, на столе. Это был такой своеобразный эксперимент. Пишите отзывы, понравилось ли вам, не понравилось. Я думаю, что иногда модели, которые не очень жалко, можно так разбирать и рассказывать про них. Довольно забавно. Мне было тоже интересно. Спасибо за внимание. До скорого! Продолжение следует...